Если вы возьмете снеговика и зафризите его, и около него возьмите меский камин, то он почему-то отсаживает. И если вы на шипер с помощью водяного пистолетика, то он станет назад белым. И вот такое чувство, что в венном слазит. Если вы на шипер с помощью водяного пистолетика, где есть вода, то он не тает. Стоит нам его скинуть в реку, и он сразу же растает. Где логика? С помощью огнетушителя можно заморозить мелана. И это возможно кто-то не знал. С помощью пули можно рисовать. Вы берете, стреляете, ставите на паузу, и можете рисовать этой пулей. Также вы можете открыть менюшку, как на Мелани. Но все, что тут работает, это только команда FLOV, то есть следить. Зафризить вы ее не сможете. Также вы еще сможете вытащить боеприпасы с гранатом мёта с кружкой мёта. И это все делается в замедленной 10-й скручку. И вы это все сможете у себя хранить. Не знаю зачем, но это прикольно. Кстати, ракету вы не сможете вытащить, потому что она будет лететь прям. Только если ее зафризить, ну или ждать руки Мелану. Булаву с цепью можно растягивать с помощью паузы. И она останется того размера, как я логу сделаю. Все каски имеют одинаковую прочность. Наверное. Ну, как мы видим, что у вас это крайне одинаковое прочность. Как только вы заходите в игру, вы можете нажать вот на эту вот надпись, и у вас будут звуки уточки. Падение файлов. Вам надо зайти в файлы и нажать на папку MOZ, ну или же на какую-то другую. И просто начать со всей силы крутить туда-сюда, туда-сюда, и у вас эти все файлы упадут. Это выглядит очень эффектно. На этой локарте с холмами есть лужица с водицей. Она расположена около озера. И, кстати, она к нему не имеет никакого отношения. Это специальная лужица с водицей, а не какой-то баг. Следующую часть, которую реально никто не знал почти, как дать оружие Мелану и как стрелять. Без кнопки Activate. Вы, в общем, берете, зажимаете предплечье Мелана и нажимаете вот на эту вот кнопочку, и вы дадите ему оружие. И также вы можете скинуть. Зажимаете предплечье Мелану и оружие скидывается. И также вы с помощью этой кнопки можете стрелять. Вы зажимаете пистолет или автомат и стреляете. Если кто-то не знал код от этой комнаты, то вот он, код. Это секретная комната. Возможно, кто-то не знал. Урод против красавчика. Новогодний подарок. Урод. Так, что попросить у Деда Мороза? Может, новую кофту? Это вся дырявка. Хотя это даже хорошо. Сейчас жара, плюс 10. Штаны тоже дырявые. Но ведь так сейчас модно. Может, смартфон? Хотя нет, бегать к телефонной будке в соседнем районе полезно. Точно, попрошу, наконец, носки. А то, когда я надеваю кроссовки без них, на меня почему-то странно смотрят. О-хо-хо, приготовься. Сейчас я взмахну своим волшебным посохом и подарю тебе твой подарок. Волшебные носки. Волшебные? На вид вполне обычные. Конечно, волшебные. Они не воняют вообще. Да? Ну и за твою скромность я подарю тебе еще и штаны, и кофту. Ничего себе, спасибо. И денежки на пластическую операцию. Что? Новогодний подарок. Красавчик. Блин, что попросить у этого старого хрюча? Ладно, не буду лишний раз мозг напрягать. Все по классике. Кофточку Гуччи, штаны Луи Виттон, носочки Шинель, пятую плойку и iPhone 12. 12 Pro. Pro Max. О-хо-хо, сейчас я взмахну своим волшебным посохом. Вот и валясь, эта наглая морда. Столько подарков просить совсем от нагляд. Урод против красавчика. Нормальная фотка. Красавчик. Черт, только со второго раза получилось замутить нормальную фотку. А что? Нормальная фотка. Урод. Урод против красавчика. Знакомство с девушками. Урод. Да? 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 Мне нужно еще на сотни звезд подключаться, чтобы вот эту шкупат. Ты не знаешь, да? 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 Урод. Да? 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 Урод. Он перевёртый, как стекло. Воротить. За время. Что надо сделать за время? И газеты у меня пытаются отвернуться в кровати. Это сложенный способ за время. Попробуйте, попробуйте. А, поэтому можно ехать в кровати сильно много, наверное. Здравствуйте, девушка. С вами можно познакомиться? Ты видела его лицо. Извини, но мы не знакомимся. А что с тобой? Только не умирай. О боже, помогите кто-нибудь. А я знаю, что надо делать. У меня отец врач. Ой, я знаю, что не так уж и плохо. Ну и, в общем, я взял твою аптечку и спас её. Сынок, это, конечно, всё интересно, но я вообще-то ветеринар. Знакомство с девушками, красавчик. Да я слово, ведь я тамада. Тамада, тамада, тамада. А мне слово, ведь я тамада. Ну что, цыпочки, давайте что, сходим куда-нибудь? Прокачу на своем ламбе до ближайшего кафе. Ну, знаешь, ну, может и сходим, да. Ты всё-таки такой красивый, подкачанный, при деньгах. Да, я такой. О господи, что с ней? Позовите врача. Она же сейчас умрёт во мне. А знаешь, я могу и только с тобой сходить. Мне так-то не принципиально. Урод. Урод против красавчика. День рождения, урод. Надо быстро собраться, друзья у подъезда ждут. Где одежда? Всё в стирке? Ладно, действуем по старой схеме. Хотя, ладно, на это нет времени. И без того они сильно воняют. Дырка в носке небольшая. Зачёт. Стоп, где штаны? Уже в стиралке? Да! Здравствуйте, ребята. Простите, а что ты задержался? Поехали праздновать. Блин, братан, уважуха, быстро ты! Да конечно погнали, снюхай! Ой! День рождения. Красавчик! Хорошо, уже выхожу. Сначала маникюр, теперь педикюр. Приведушь на всякий случай. Причёсочка. Кремик. Ноготочки пострижем, чтобы надеть не понял ну и где в основе мысли мы вчера тебя три часа ждали прошел день рождения урод против красавчика приготовление еды сейчас я тебе любимое чисто его дня рождения такое приготовлю офигеть просто замечательнейшие блюда белиссимо деликатес так одна плитка шоколада колбаса каша молоко вклад капуста лимон кирпич у господи он же совершенно не умеет готовить как я это буду есть ну приступай о господи это просто лучшее что я ела приготовление еды красавчик мой какой личик ну так что у меня сегодня день рождения ты будешь что-нибудь готовить придется урод против красавчика утром красавчик да уж